В пятницу в зале администрации района состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативной группы муниципального образования Кашхабльский район. В работе заседания приняли участие глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, прокурор Кашхабльского района Евгений Зиновчик, главы сельских поселений, директора школ и заведующие дошкольными учреждениями района, начальники управления администрацией. Всего членами комиссии было рассмотрено два основных вопроса. По вопросу об обеспечении безопасности при подготовке и проведении новогодних праздников на территории Кашхабльского района выступила заместитель начальника управления культуры Света Киасова. Новогодние и Рождественские праздники – это пора массовых праздничных мероприятий. И только строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности при организации проведения праздничных мероприятий поможет избежать травм, уречий, а также встретить Новый год более безопасно. Ответственными за обеспечение антитаристической и пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий являются руководители учреждений. В учреждениях культуры района запланированы новогодние мероприятия по установленному графику. Все руководители учреждений, которые здесь присутствуют, были проинформированы по технике безопасности при проведении праздничных мероприятий. Значит, у нас имеется план, согласованный с отделом ГОИЧС, план проведения праздничных мероприятий. В каждом сельском доме культуры есть паспорта, утвержденные антитаристической безопасности. И все структуры 19 декабря получат план мероприятий, уже утвержденный. Основные мероприятия, запланированные в этом году, это 27-го в детской школе искусств состоится новогодний концерт, 28-го в Центре народной культуры состоится новогодний концерт для взрослых. Всех руководителей приглашаем в 16.00. 30-го декабря в 14 часов в Центре народной культуры будет проводиться детское новогоднее театрализованное представление. И 31 декабря в 19 часов у новогодней елки состоится праздничная концертная программа «Новогодний флэш-моб» и «Аделья Джордж». Эту же тему продолжил и начальник управления образования Касси Киргашев. Он отметил, что все образовательные и дошкольные учреждения готовы к предстоящим новогодним праздникам. От 15-го, 12-го к 2016-го года издан приказ по управлению образования на основании приказа, который был нам издан из Майкопа. На основании этого издан приказ, где всем руководителям разрослым подросткам по организации проведения новогодних мероприятий. Здесь я хотел бы коротко еще раз в форме инструктажа, напомню вам о новогодних мероприятиях. Руководителям образовательных учреждений разработать план мероприятий по обеспечению антитерричной защищенности, пожаробезопасных образовательных учреждений в период подготовки проведения праздничных мероприятий. Составить график дежурства должностных лиц из числа заместителей руководителя образовательного учреждения на период с 25 декабря 2016 года по 15 января 2017 года. Организовать совместно с территориальными отделами Голубча и Сельско-Видератской Шкабовской ООН по республике Адии обследование прилегающей территории помещения образовательной организации. Особное внимание уделить местам, в которых планируется проведение праздничных мероприятий. На предмет соответствия требования антитерричной защищенности пожаробезопасности. И по результатам обязательно составить акт. Утвердить порядок совместных действий аварийно-спасательных служб, муниципального образования и образовательных учреждений на случай чрезвычайной ситуации. О готовности пожарного гарнизона к предстоящим праздникам доложил и начальник отдела Беслан Хачемизов. В связи с приближением новогодних и рождественских праздников на объектах с массовым пребыванием людей у нас намечены определенные мероприятия. Во всех детских дошкольных учреждениях, образовательных учреждениях и культурных центрах планируется проведение по нашим данным утренников, новогодних баллов, танцевальных вечеров, народных гуляний. В нашем районе, в соответствии с данными Управления образования и культуры, данные мероприятия будут проведены на 44 объектах. Из них вне помещений будут проводиться данные мероприятия в основном народные гуляния, а ДГДЖК – это на 7 объектах. Мне хотелось бы в связи с этим краткий экскурс провести по правилам пожарной безопасности в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации номер 390 от 25 апреля 2012 года. Во-первых, требования такие. Помещения, в которых проводятся новогодние елки, должны иметь не менее двух выходов наружу. В деревянных зданиях школ, детских и лечебных учреждениях, а также в зданиях со сгоранием перекрытия новогодние елки проводятся не выше второго этажа. Количество мест помещения, предназначенных для проведения новогодних елок, устанавливается из расчета 0,75 квадратных метров на одного человека, и поэтому заполнение помещений людьми сверх нормы не рекомендуется, не допускается вообще. Запрещается проведение елок в тех школьных и других зданиях, которые не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Коридоры, проходы и эвакуационные выходы всегда должны быть свободными. Двери из помещений во время проведения елки запрещают закрывать на замке или трудно открываемые запорами. Окна помещений должны иметь глухих металлических решеток. На время проведения массовых мероприятий окна нельзя закрывать наставни или запирать их. Ответственным за проведение массовых мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности при проведении праздников в новогодней елке являются руководители данных учреждений. На время проведения массовых мероприятий должно быть установлено обязательное дежурство из числа работников данных учреждений. Помещения должны быть обеспечены необходимым количеством первичных средств пожаротушения, которые должны размещаться в смежных помещениях с местом проведения новогодней елки. Ответственные за проведение праздника перед началом должны тщательно осмотреть все помещения, запасные выходы и лично убедиться в полной готовности к пожарным отношениям и в обеспечении первичными средствами. Во время проведения массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться дежурный преподаватель, классный руководитель или воспитатель. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и правилах эвакуации детей из помещений в случае пожара. При проведении елки не разрешается устраивать световые эффекты с использованием химических и других веществ, которые могут вызвать загорание. Елка должна быть установлена на устойчивом основании. Ветки елки должны находиться не менее 1 метра от потолка и от стен, чтобы свободно можно было в случае пожара передвигаться. Также запрещается украшать елку легко воспламеняемыми игрушками, целлюлойными, ватами, пропитанными огнезащитной обработкой. Украшать елки электротехническими только должен делать специалист. Далее слово взял заместитель начальника полиции Александр Воронов. В период с 23 по 31 декабря на территории Кашихабольского района планируется проведение мероприятий, привлеченных к празднованию Нового года. На данный момент по тем спискам мероприятий, которые были нам предоставлены, у нас планируется участие около 3000 человек в данных мероприятиях по Кашихабольскому району. С этой целью у нас издан приказ, разработан план, который сейчас находится на согласовании. Произведен расчет сил и средств отдела в количестве 50 человек, которые будут на постоянной основе принимать участие в обеспечении безопасности на данных мероприятиях и предусмотрен резерв в количестве 7 человек. Кроме того, будут проведены еще конкретно встречи с каждым руководителем сельских поселений, школьных и образовательных учреждений. Будут совместно с представителями Росгвардии проведены обследования всех образовательных учреждений на предмет антитеррористической защищенности. До 23 числа мы закончим все данные мероприятия и с 23 по 31 декабря отдел переходит на усиленный вариант внесения службы. Кроме основных постов и нарядов будет выставлен еще разыскной пост у Тарказена-Кужорска. Точно так же будут сотрудники нести в круглосуточном режиме охрану общественного порядка и контроль пассажиропотока через территорию Росгвардского района. В завершении заседания специалист отдела по делам ГОИЧС Руслан Тхагов зачитал проект решения комиссии.